здравствуйте сегодня бы хотелось немножко поговорить о таком интересном понятии вообще с терминологии в рок-музыке иногда бывает и со стилистикой с направлениями страшнейшая путаница так вот мы поговорим сегодня колледж роки колледж рок конечно какая может быть ассоциация между колледжами и роком на самая прямая все дело в том что система университетского образования в соединенных штатах очень разветвленная конечно при крупном и каждом университете есть колледжи есть отдельно стоящие колледжи и дело все в том что у каждого колледжа в соединенных штатах фактически у крупного есть своя собственная радиостанция или сеть радиостанций который в общем то всегда занималась вещами а вы помните когда в эпоху отсутствия интернета он еще не вошел в нашу жизнь радио был одним из главнейших носителей информации так вот многие группы которые не могли попасть на большие площадки на большой эфир малоизвестны с удовольствием крутились на колледжевских радиостанций и многие добивались большущего успеха но если так сказать то группы типа аэм как у нас говорят называют рэм или те же youtube знаменитейших ирландцы на сегодняшний момент тоже можно было относить колледж року вот тут как раз и начинается самая большая несунятица все дело в том что понятие колледж рок оно ушло из обихода потребления очень редко сейчас попадается и заменился на понятием альтернативный рок и даже когда в середине восьмидесятых годов это понятие колледж рок присутствовала в америке например в англии его особо никогда не жаловали там все называлось инди инди роком независимый индопендент все было у них инди то что было не мейджор не мейнстрим все было инди но вы знаете музыкальные вкусы публики очень капризные они изменились и вчерашние инди альтернативные колледжи рок и как угодно называйте вдруг стали во главе хит-парада и потихоньку это все размыло границы от чего вы сейчас независимы непонятно если вы зарабатываете больше чем мейнстримовская волна это началось явление интереснейшая где-то с начала 90-х годов прошлого столетия до когда параллельно зашел гранж и все остальное но обычно если уже глуп вопросов посмотреть под колледж роком давайте понимать то что под собой музыкальные основы имеет хороший мелодический рок как правило гитарного направления с довольно вдумчивыми текстами и соответствующие простым да нельзя имиджем там нету то что в нашем понимании отождествляют рокера там всяких прибан басов и так далее например то что характерно для хэвэм этого этого у колледж рока нет а есть замечательные песни вот о представителях которых вкратце мы вам сегодня напомним а кто не знает как ваш покорный слуга вчера например переслушивал обойму колледжевских роков роковых альтернативных команд и вы знаете просто получил огромнейшее наслаждение чего и вам желаю и так первая группа которую хотелось бы сегодня вспомнить не особо распространенная но туда в середине 90-х они взорвали вообще и пора бы все таки не шуточка первое место в билборде вдумайтесь это life американская команда life со славным вокалистом мэдом ковальчиком альбом шоу копия девяносто четвертого года потрясающая музыка с хитом айлон там все короче селинс драма все быстро на все с надрывом все изумительно мелодично замечательная команда мы думаем вы получите удовольствие вы знаете регионы у них постоянно в семнадцатом году был большой тур ютюба представлены концерта вот сейчас они собрались в астрале как раз в это время гастролирует и пластинка то их эпохальная вышла как раз весной 26 апреля девяносто четвертого года мультиплатиновая пластинка повторюсь продажи огромнейший вот так вот люди сам life образовалась в восемь году фактически была малоизвестна тоже студенческая группа вот так вот рванула вы знаете и так life шоу копия девяносто четвертый год конечно хотелось бы отметить незаслуженно забытую команду многих но они все время были просто потрясающие сейчас ну опять же прям изумили это австралийцы midnight oil альбом у них восемьдесят седьмого года рванул так что мама не горюй дизель индаст потрясающая пластинка как и близкая маня в девяностого года тексты злобные это ярые борцы за окружающую среду главные чуть ли не экологи мира были музыкальном бизнесе с лидером их ним лысым петром грейтом который стал общем-то потом и добрался и до парламента австралийского общем-то известнейший человек но нас это интересует на вторичном уровне первичная просто прилипчивые мелодии изумительное исполнение и это как раз те песни как говорил ази озборн незабвенный который хочется петь когда идешь по лесной тропинке итак midnight oil diesel and dust конечно сюда же можно было бы безусловно одними из лидеров колледжа рока назвать и sonic use в свое время когда они были еще малоизвестны и тех же пиксис но мы все-таки выделим группу которая недостаточно у нас известна это google dolls в соединенных штатах они очень популярные отметим альбом 98 года deep dizzy up the girl как раз там есть все то что характеризует альтернативный рок мелодия гитарная работа хороший вокал и песни на самые разнообразнейшие темы не забывайте то что колледж рок конечно напрямую связан был свое время со студенчеством студенчество это всегда было один из самых главных потребителей музыкальной продукции и студенты зачастую влияли на политику в той или иной мере например вспомните массовые волнения в мае 68 года в париже китай на площади тянемой в пекине восемьдесят девятом году то есть это была всегда такая знаете молодежь студенческая движущая силой конечно их не музыкальные вкусы очень определяют направление музыкального шоу-бизнеса известнейшая группа из той же когорта это соло селем альбом great dance union девяносто второго года с незабвенным рановый трейн который крутился везде и всюду тоже знаете так на ходу сразу вспоминается потрясающая музыка как в общем то и все что было в то славное время помимо альтернативной музыки конечно было альтернативное кино и зачастую эти все группы альтернативные играли озвучивали альтернативное кино ну скажу вы извините для небольшой саморекламы о собственном опыте когда-то мой друг режиссер вадим ювич снял серьезное кино уходом но это было вышло на 2000 году видимо существование кстати можете посмотреть youtube этот классическое кино не для всех но я думаю что многим из вас понравится найти его ютюбе легко так вот к чему это как раз там вот есть он состоит из нескольких на вилла где-то 48 минуты на вилла езди ваш покорный слуга снялся узнаете ли вы меня в том священном образе или нет скорее всего узнаете так вот как раз это тот случай что именно классическое альтернативное кино даже можно сказать некий андеграунд который к сожалению и стриму для массового зрителя в отличие от музыкальной композиции перечисленный групп но там задача такая не ставилась это так к слову конечно о раскрученных группах можно говорить много но мы вам одну маленькую изюминку такую скажем так подгоним что называется для прослушивания это американцы северной си альбом american standard 1995 года удивительная пластинка попадалась еще альбом этой группы 2001 года но 95 это просто шедевр тут уж вы знаете иногда задаешься вопросом почему тот или иной коллектив не стрельнул в силу каких причин это произошло конечно зачастую непонятно но тем не менее не пошло в отличие от тех же лайф лайф еще кстати повезло конечно тут многофакторный вопрос мало того что вкусы публики у них был выдающийся продюсер и музыкант джерри харрисон из stocking heads это как раз тот человек у которого мил был на все и остался и на вкусы публики и на мастерство музыкантов то есть как раз он тот человек который сумел сложить все вектора и задать нужное направление а это очень немаловажно вы знаете мы думаем что окунетесь вы вспомните то свою молодость а кто и детство относительно для некоторых вообще вышеперечисленные группы нам кажется станут хорошим откровением вы знаете музыкальным подспорьем для получения удовольствия так что слушайте хорошую музыку спасибо за просмотр будьте здоровы спасибо за просмотр!